МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восстановить исторические здания – инициатива фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Ее активно поддержали Министерство культуры России, администрации Одинцовского и Красногорского округов и благотворители. Здание родильного приюта, деревянная постройка 1892 года, оно очень нас беспокоило. И нашелся прекрасный благотворитель, очень известный меценат Андрей Бокарев, который взялся помочь в этом деле. И сейчас, благодаря его заботе, мы имеем практически отреставрированный родильный приют в том первоначальном виде, в котором он был. Восстановят не только здание родильного приюта, но и прилегающую к нему территорию. Постараются воссоздать то, что было здесь в конце 19-го – начале 20-го века. Деревья, клумбы и даже фонтан установят и детскую площадку. Но самое главное – экспозиция. На ней можно будет увидеть много экспонатов, посвященных истории акушерского дела и родовспоможения, повивальному институту, росту народонаселения в России и даже принадлежности для таинства крещения. Это замечательное родовспомогательное учреждение послужило людям, потому что в 1968 году оно еще работало. То есть большая часть местного населения родилась как раз в этом родильном приюте. Мы очень надеемся на то, что местные жители откликнутся, принесут нам свои фотографии со своего крещения в Ленинской церкви. Дело в том, что таинство крещения тоже было очень важным. У нас будет отдельная витрина, большая в центре зала, посвященная Елизавете Федоровне и Сергею Александровичу, как крестным родителям, потому что они фактически были восприемниками половины села Ильинского. В конце XIX века в Ильинском вслед за родильным приютом были построены ясли. В 1905 году после гибели великого князя Сергея Александровича их переоборудовали в лазарет для раненых воинов русско-японской войны. Елизавета Федоровна сама ухаживала за ранеными, которые могли здесь рассчитывать не только на медицинскую помощь, но и на реабилитацию и даже социализацию. Один из ярких примеров – Михаил Волков. Она же занималась широко протезированием еще, да, не только поставила его на ноги, то есть на протезы, да, но она еще и снабдила его специальными орудиями труда. Она подарила ему чулочно-вязальную машину, которая позволила ему обеспечивать свое семейство по возвращению в Казань, он был казанец. Вот, он все свое семейство мог прокормить во время Гражданской войны. Вот, практически до Второй мировой войны семейство, в общем-то, никогда не голодало. Вот это хирургический набор походный врача, который, как пенал, он носил сумочки, открывал. И вот это прям полный набор хирургических инструментов, в полевых условиях можно было провести операцию. И таких уникальных экспонатов в музее будет немало. Посетители смогут не только их увидеть, но и углубиться в историю, послушать лекции, посмотреть фильмы и поучаствовать в мастер-классах. По сути, это планшет с сегодняшнего дня, грифельной доской, которую потом можно было стереть в клеточку и в линейку. У каждого, да, была такая доска. Еще один музей откроется в здании Усовской школы, построенной при императрице Марии Александровне в 1874 году. В нем будут представлены три экспозиции – начального народного и женского образования, образование в императорской семье и школьные сети в царствовании императора Николая II. Реформы, которые провел государь императора Николай II, школьная сеть так называемая, о создании школ в шаговой доступности, она выстрелила уже после революции, потому что ясно, что любая реформа реализуется некоторое количество времени. И вот получилось так, что реформа всеобщего бесплатного образования она наступила уже не в царствовании Николая II, хотя предполагалось, а уже в советский период. Когда работы будут завершены на территории Красногорского и Одинцовского округов, появится музейный комплекс, на посещение которого любителям истории потребуется не один день. Таких музейных кластеров раньше не было не только в Подмосковье, но, возможно, и в России. Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.